Вот это железо всё, это с наших полей. Это вот с передовой, вот эти осколки, этот Катюша. А ещё гильзы, снаряды, мины и обломки оружия. Всё подлинное. Над этим памятником скульптор и по совместительству поисковик Николай Веденичев работал долго. Говорит, что к такому ответственному делу без вдохновения не подойти. Идея же создать памятник принадлежит председателю Нюнывак Владимиру Амельянчуку. Оружие для композиции на полях сражений поисковики собирали более трёх лет. Это осколки, вот вы видите там, то, что летело на головы наших солдат, то, что несло смерть, то, что убивало. Это, конечно, страшно и тяжело это всё. Но сделали и хотим, чтобы люди смотрели, что здесь происходило. Это наглядный пример. В 40-е в этих местах шли ожесточённые сражения. Угло двух лет советские солдаты вели кровопролитные бои с фашистами. Неприступную высоту освободили лишь в 43-м. Ежегодно здесь открывают вахту памяти. Около села Ламигоры поисковики каждый год находят останки тех, кто сражался за родину. Погибло здесь около пяти тысяч человек. В братских могилах покоятся больше полутора тысяч. В прошлом году на комиссии были учреждены населённые пункты воинской доблести и рубежи воинской доблести. На сегодняшний день у нас в Липецкой области это Тербургский рубеж и населённый пункт Стволова. И я надеюсь, что на будущий год вот эта святая высота огурец также будет рубежом воинской доблести нашей Липецкой области. Митинг, минуты молчания, возложение цветов. Почтить память павших воинов собрались сотни человек. Это поисковики из Тамбова, Воронежа, Курска, Орла. Приехали даже из Мурманской области. У нас в основном залегание останков верховое. Мы очень много ходим. По лесам, по болотам, по озёрам работаем. А здесь ребята приезжают, роют окопы. То есть такой глубинный поиск. Для нас это новая специфика, поэтому очень интересно. Вся высота огурец, подходы к высоте огурец. От реки Кшень до села Ламигоры. Это, в принципе, наша территория, куда мы выдвигаемся пешком. Естественно, имеется аэрофотосъёмка, металлоискатели, другое оборудование. Мы ищем в воронках, в окопах останки бойцов. На поиске останков павших бойцов у поисковиков 10 дней. Столько продлится вахта памяти. Торжественное захоронение состоится на высоте огурец в июне. Ольга Родина, Роман Авраменко, Липецкое время, Воловский район.